Меня все часто спрашивают чего это я пошел в кулинарной технике я вам знаете чего скажу у нас такое же учебное заведение как и любое другое у нас тоже есть что ты проешь всегда позабываю как они называются преподаватели предмет у нас тоже есть только больно мало у нас же всего от чего ты хихикаешь тебя бы туда вообще бы всю память ошиблась у нас предметы всего этот не считается от физкультуры меня освободили я плавать не умею меня вода не держит предмет это господи три штучки первый предмет холодная закуска второй горячая пища третий самый трудный экономия продуктов недавно недавно экзамен по кислом вещам давали меня профессор как тарелку налил я ее съел вдруг он говорит чего в этом супе не хватает надо же попался главное подсказать некому все уже на ней все ушли а он заладил свое чего в супе не хватает и глядит голодными глазами я говорю налей еще он говорит а ты не лопнешь я говорю а ты вот тогда налил сжалился я опять это все все подмел он говорит последний раз спрашиваю чего в супе не хватает говори а то хуже будет я говорю хуже не будет больше супа нет он как зовет чего в супе не хватало я говорю хлеба а вам ха-ха-ха а мне пару поставили и чуть из технику мы не выгнали вы знаете я никогда не предполагал что мне придется заниматься в жизни именно этим жанром у меня с детства было совершенно другое желание я хотел стать артистом балета ну я сейчас серьезно говорю ну подождите я какие-то сокровенные вещи рассказываю ну короче говоря я очень хотел стать артистом балета или артисткой балета потому что когда это желание у меня было я даже принципиальной разницы не понимал но мне нравилось танцевать я попросил чтобы мне дома из марли сшили пачку мне почему-то очень казалось что я в этой пачке на лебедя похож и должно было пройти много лет прежде чем я посмотрел бы на себя в зеркало в профиль и понял что кроме как на попугая особенно мне рассчитывать не на что но тогда я был убежден что вот лебедь я настоял чтобы меня повезли в хореографическое училище Большого театра на приемные испытания первый тур был отборочным отборочный тур по физическим данным комиссия скептически смотрела на эти данные в моем исполнении Аида Шагеракл да и председатель комиссии очень так аккуратно спросил мальчик ты такой худенький как ты будешь балерину переносить с места на место несмотря на небольшой возраст я был нахален явно не по возрасту я сказал что у нас в стране равноправие она меня может относить с таким же успехом с ней ничего не случится меня освободили от дальнейших экзаменов не подошел я по физическим возможно отчасти и по умственным данным но эта неудача меня очень подхлестнула и по окончании средней школы я стал судорожно поступать в самые разные театральные учебные заведения города Москвы ответ был примерно везде один и тот же смысл смысл ответа сводился к тому что молодой человек вас ждут заводы и так судьба распорядилась что я стал студентом Московского инженерно-строительного института тогда этот институт называли театрально-спортивный с легким строительным уклоном я год был самым счастливым студентом я занимался художественной самодеятельностью КВН в общем всем чем угодно только не науками год меня продержали во время летней сессии произошла моя точнее сказать я исполнил свою лебединую песню это произошло на экзамене по основам строительного производства есть такой предмет в строительном институте он называется основа строительного производства и так получилось что я впервые на этот предмет пришел оказалось что это уже экзамен ну я взял билет сел готовиться готовиться мне было не к чему потому что я предметы в глаза не видел и я сижу смотрю по сторонам в общем жду своей участи и вдруг девушка с моего курса она за что-то мне решила отомстить она видит что я не готовлюсь спрашивает почему как всякий утопающий который хватает за соломинку я думаю сейчас она мне подскажет я говорю что я ничего не знаю что делать она говорит какой у тебя вопрос я беру билет и полный надежд на спасение читаю вопрос в билете канализация зданий действительно есть такой раздел в основах строительного производства он называется канализация зданий она мне говорит ну что ты сидишь рисуй ну я решую как я себе это представляю но вы понимаете я это делаю не как будущий инженер строитель а просто как смертный посетитель она видит что я делаю все не то вместо того чтобы меня схватить за руку остановить подсказать поправить она решила меня утопить окончательно она говорит ты это не забудь нарисовать ну первая реакция была просто у меня обида что я туземец что она мне подсказывает какую-то ерунду что я никогда не пользовался ну я и это нарисовал все торопиться мне было некуда я сижу раскрашиваю тени накладываю потом когда я это художество закончил я рамочкой обвел все это чтобы это солидно выглядело и с этим научным проектом я отправился к профессору мало того что это был профессор оказалось что это еще автор учебника по этому предмету милейший интеллигентнейший человек был профессор Осипов у него немного было волос на голове он сам смешно называл свою прическу их оставалось только трое но когда он увидел мой научный проект эти трое стали вести себя так как прохожие до указа о пьянстве ну короче говоря дальше началась абсолютно цирковая сцена абсолютно цирковая сцена я ему эту бумагу двигаю он ее отодвигает я двигаю он отодвигает и вдруг спрашивает это что такое причем дело не в том что он спросил а как он это спросил и он столько вложил в свой вопрос обиды горечи за то что человек тратит свое время тратит свои знания для того чтобы кому-то их передать приходит юнец который даже не удосужился посмотреть в учебник короче говоря я понимаю что я сделал все не так я увидел девушку которая мне подсказывала она рыдала у нее тушь текла она там уже рисовала себе картины как меня Осипов сейчас будет да я забыл вам сказать это был третий экзамен во время летней сессии на двух предыдущих я набрал в общей сложности 4 очка так что мне оставалось уже до 6 не так много чтобы я мог себя чувствовать абсолютно свободным и я решаю перевести этот разговор в юмор мне говорили что он очень остроумный человек сам любит сутить понимает сутку я короче говоря обратно ему эту бумажку двигаю и на вопрос это что такое говорю посмотрите внимательнее неужели не узнаете он понимает что перед ним не только неучный законченный наглец он принимает условия этой игры отодвигает эту бумагу и говорит где вы это видели потом наклоняется и на ухо да так ехидно просто шило меня прошивает вопросом он говорит простите вы когда там в последний раз были и я от ужаса даже не понимаю что произношу и говорю в начале семестра он рассмеялся и сказал зачем же так мучиться взял зачетку бросил ее к двери и говорит идите сходите еще раз и больше оттуда не возвращайтесь на этом карьера инженера-строителя была закончена значит я после этого поступил в государственное училище циркового эстрадного искусства и по окончании этого учебного заведения пришел на эстраду несколько лет работал в качестве конференцгер в оркестре которым тогда руководил Леонид Ильич Утесов ныне покойный и где-то с начала семидесятых годов стал работать на эстраде просто уже самостоятельно где-то в конце семидесятых годов в театре эстрады в Московском появились первые спектакли которыми значит я продолжаю работать и по сей день дефективный детектив роман в шести частях с прологом эпилогом и скандалом печатается с разрешения журнала вокруг пальца библиотечке военных приключений посвящается пролог слушайте Джон сказал шеф молча задача которая вам поручается дьявольски сложна в России обнаружен военный объект инкубатор изобретение человекно охраняется двое наших уже провалились на этом деле один заснул на профсоюзном собрании другой пропал без вести в очередях детского мира задача ясна да сэр выполняйте слушаю часть первая матерый шпион Джон Шухер поплевал на ноги особым составом и полез через границу часть вторая черная как шевелюра Эйнштейна ночь опустилась на границу с той стороны а у нас сияло солнце и в дозоре стоял храбрый сержант Дула и его верный пес Мурка которую так прозвали за необыкновенную несущую способность в кустах кто-то икнул сердце сержанта ёкнуло нарушитель подумал он в тот же момент закричал стой кто стоит оценив обстановку Дула присел в кусты глаза сразу бросился свежий огромный нечеловеческий след и в этот момент Дула почувствовал что его ударили чем-то тяжелым и пыльным по голове и он потерял бдительность друг мой Мурка я кажется убит беги на заставу и скажи что в квадрате 46 правильно 45 неизвестно перешел границу есть часть 3 кабинете майора противопожарной безопасности Глыбова тревожно зазвонил будильник майор Глыбов не дремал он спал сержант сержант пробка я бдишь так точно бдю в квадрате 45 неизвестно перешел границу дозволенного приказываю отцепить все неотцепленное Бузя проверите места общественного и необщественного пользования Бузя ваши мысли мысли нет выполнять есть часть 4 в этот момент в кабинет Глыбова вошел человек в телогрейке с мозолистыми руками и с честными глазами на открытом обветренном лице здравствуйте товарищ майор здравствуйте Невжилкин откуда вы меня знаете мы все знаем доложите обстановку захожу я в ресторан гляжу все кругом пьют и только один не пьет ну думаю не наш человек я сразу к вам прибежал правильно сделал у меня к вам важные задания сейчас вы от меня получите очень важный пакет с этим пакетом доберетесь до деревни Кукушкино пойдете по стороне параллельной экватору но в противоположную сторону увидите три скерды возле третьей вас будет ждать неизвестный пакет отдадите ему неизвестным буду я часть 5 внимание дружинника матерщука привлек растленный пропойца наметанный набитый глаз дружинника сразу заметил еле приметную деталь этот тип шел на руках руки вверх скомандовал храбрый дружинник и в ту же секунду почувствовал что ему в который раз проломили череп часть 6 местком военного объекта инкубатор экономично освещался лунным светом дверца сейфа щелкнула и легко поддалась Джон Шухер с облегчением вздохнул и в ужасе отпрянул в сейфе рядом с важными документами виднелись два умных проницательных чуть-чуть усталых глаза майора противопожарной безопасности Глыбова мистер Икс он же игрек он же агент иностранный разве не надо не пытайтесь отравиться на вас уже давно сменили пиджак пройдемте эпилог а над нашей границей утро все занималось занималось и никак не могло заняться внимание говорит и показывает Торонто говорит и показывает Торонто мы начинаем свой рассказ о встрече сборных команд Советского Союза со сборной профессионалов Канады да дорогие друзья заканчивается турне наших хоккеистов за океаном и заканчивается оно прямо скажем блистательно сегодня последний матч идет последняя десятиминутка третьего периода наши наши продолжают атаки набирая скорость идут вперед зажимают зажали противника в зоне выйти из зоны не дают действительно ураганный темп вихревой атаки шайбу наших спортсменов она у Васильева Васильев отдает шайбу Михаилу Михаилов до шайбы не дотягивается нет исправил положение перехватывает шайба выигрывает защитника выходит один-один с вратарем выигрывает ударя бросок ворота канадской сборной пятый раз влетает Борис Михаилов шайба к сожалению проходит мимо интересно какое решение сейчас примут судьи подождем да вот видите судьи шайбу не засчитывают жаль а то уже было 5-2 ничего ничего наши не унывают отошли назад сейчас шайбу канадцев канадцы пытаются выправить положение любыми путями любыми средствами нарушением правил грубой игрой все время провоцируют наших а наши не отвечают не хотят вступать в драку правильно делают поэтому пропустили две шайбы всего вот видите шайбу канадцев они опять в нашей зоне шайба за воротами прямо на пятачке какая-то прямо кутерьма получилась простите опасный во бросок шайба в руках у Третьяка молодец молодец Владик прекрасно блистательно выступает за океаном Владислав Третьяк надо сказать что сегодня утром в гостинице у Третьяка пропали мыло и зубная щетка и несмотря на это Третьяк вышел на поле он защищает наши ворота и делает это великолепно простите до конца матча остается чуть меньше минуты последние секунды наши близки к победе шесть секунд до конца пять четыре три две одна все победа все дорогие друзья это действительно большая победа ну нам как ни жаль закончить репортаж из Канады приходится обычными словами что эта замечательная победа принесла еще один еще один большой успех нашему замечательному спорту передача была организована нашим замечательным радио и замечательным телевидением вел репортаж наш замечательный комментатор в начале этого года я купил новый радиоприемник хорошо внешне оформленный просто можно сказать что он красивый но такое впечатление у меня что сделали его в конце месяца потому что что-то в нем все время щелкает екает и как-то этот приемник без посторонней помощи с одной станции переходит на другую я хочу показать вам как он у меня работает московское время 12 часов 15 минут на волне маяка новости науки и техники сегодня мы приглашаем к радиоприемникам самых маленьких послушайте сказку про красную шапочку испекла однажды мама красной шапочки вкусные пирожки которые выдерживают давление до 50 атмосфер ними можно забивать свои дробить ворные породы и руду опытная установка была доставлена в Москву где ее по достоинству оценил серый волк облизнулся он щелкнул зубами и сказал мы с вами находимся в механо-сборочном цеху перед нами главный инженер завода Василий Петрович красная шапочка иду я к бабушке а в корзинке у меня два новых прокатных старых они повышают производительность труда на 10% но чтобы они работали еще лучше надо дернуть за веревочку тогда волк помчался по самой короткой дороге а красная шапочка пошла по тропинке собирая ягоды и напевая веселую песенку о хрящении государственного имущества мы подключили сигнализацию и теперь достаточно нажать на кнопку и нет бабушки улегся волк в постель бабушку переваривает и ждет когда придет работник уголовного розыска невольно хочется задать представителю управления вопрос отчего у тебя такие большие уши они мне помогают выпускать только отличную продукцию с этими словами волк набросился на красную шапочку и проглотил ее это большой успех всего коллекции на общем собрании волк упал замертво и охотники вытащили из его живота бабушку и красную шапочку а также всех журналистов подготовивших эту передачу люди женятся некоторые конечно по любви некоторые по глупости а я хотел жениться по почему же я хотел жениться всегда позабываю слово какое-то трудное по производственной необходимости вообще-то мне девушки нравится только я их боюсь очень я не знаю про что с ними говорить надо я ни за что первым не могу подойти она сама ко мне на кухню пришла прям подошла и говорит в этот бульон так пересолили я даже растерялся я говорю какой же это бульон это же компот она говорит если это компот почему в нем цыпленок плавает я говорю потому что он еще маленький летать не может она сразу тогда скажите фамилию я говорю и фамилии у него нету он инкубаторский она говорит а вы я говорю я тоже так и познакомились потом уже стали часто-часто встречаться в кабинете директора а директору это надоело он говорит давай расчет бери или женись на ней не трави ее дома если она раньше тебя это не сделает пришлось к ней домой а дверь открыла какая-то жизнь наверное мама ее она говорит вам чего я говорю жениться пришел она говорит я уже замужем я говорю а мне все равно даже еще лучше мне ваша дочка нужна она говорит вы откуда такой взялись я говорю я взялся из кулинарного техникума а сейчас прямо вы здесь из ресторана она говорит вы что там выпили я говорю нет я с собой принес а тут ее папа вышел и говорит тогда заходите я зашел а он спрашивает вы давно с Леной знакомы я говорю значит ее Лена зовут а вы ее папа он говорит нет я ее муж я говорю а я кто он говорит а ты нахал из кулинарного техникума я говорю тогда дайте мне хоть справку для директора что она замужем он говорит я тебе сейчас дам справку что у тебя сотрясение мозга я говорю с печатью а он говорит с круглой я говорю но у меня же нет сотрясения он говорит ну сейчас будет хорошо что я быстро бегаю а то если бы он меня догнал бы ох я бы из него такую тюфтею сделал никаким гарниром не закроешь дорогая дорогая редакция спасибо вам большое я так счастлив спасибо вам большое я сегодня открыл последний номер вашего журнала и вижу напечатали мою первую в жизни повесть вот она смотрите спасибо вам большое я только уточнить хотел что в моей повести действовал инженер с окладом 140 а у вас получилось 240 почему-то эта деталь это не главное главное что напечатали мое произведение несмотря на то что у вас он поехал в отпуск с семьей в Италию а у меня состроят рядом в Тюмени ну и что но зато как и у вас свой отпуск спасибо и на заработанные там денежки он подарил жене флакончик рижских духов а не картину Пикассо в подлиннике я не к тому чтобы придираться боже упаси я просто чтобы ясно снести у меня так плохо машинка печатает наверное вы не все разобрали вот например с третьей главой когда он повесть послал у меня была третья глава ну это там где после работы он приходит к своей любимой они там а потом он не может найти туфли свои носки у вас этого вообще нет вообще нет только многоточие а потом вставлена фраза что он был на собрании тогда непонятно почему он в собрании вернулся к жене в женских тапочках на босу ногу понятно главное я подробно описал как его встретила жена и тем ну что это такое у вас вместо этого жертв разрушений нет хотя это несущественно главное что напечатали напечатали мое произведение просто очень трудно узнать ужасно просто трудно узнать например во что этот инженер был одет у меня и во что у вас это не батник это ватник ватник потом где же он взял эту дачу где же он взял эту дачу этот видеомагнитофон эту яхту я конечно рад за него очень но вы вдумайтесь ведь он инженер он наш инженер понимаете а не какой-нибудь там официант и даже не хоккеист вот кстати этот спор о хоккеях кто они на самом деле любители или матерые профессионалы почему-то в моей повести получилось что спор идет о канадцах о каких канадцах господ с вами и потом ради бога объясните мне что такое омары омары у меня этого нет у вас встречается в сцене обеда в заводской столовой вот и потом это прекрасные слова мир труд май но на стенке лифта было нацарапано совсем другое что вы зато зато концовка у вас получилась лучше у меня он разводится а у вас сходится у меня он бросает родных детей а у вас усыновляет чужих правда у меня его звали Иван Григорьевич а у вас его зовут Алевтина Петровна и у меня была повесть в восьми главах а у вас вот видите а это не главное главное что напечатали напечатали мое произведение потому что название мое и фамилия моя значит произведение тоже спасибо вам спасибо вам я никогда не думал что какая-нибудь мелочь может испортить большое чистое чувство знаете что я давно хотела на ком-нибудь жениться только я очень стесняюсь этого но я могу еще с девушкой познакомиться конечно но дальше чего делать я уже не знаю а Нина оказалась такая смелая нас с ней дело далеко зашло она даже ко мне один раз домой приходила мы с ней целый вечер арбуз кушали арбуз такой вкусный был я 4 куска съел а потом уже когда пошел Нину провожать почувствовал что зря я столько арбуза съел но было уже поздно и вот мы идем с ней а я внимательно улицу осматриваю и вокруг только большие дома а маленького домика нигде нету она говорит у тебя чего-нибудь случилось я говорю нет но может она говорит а чего ты все время ищешь я говорю чего кулинарный техникум я говорю если можно пойдем побыстрее она говорит может ты меня провожать не можешь я говорю провожать я тебя могу я медленно идти не могу она говорит поедем на автобусе я говорю ты что там народу много на меня могут надавить и мы пошли побыстрее но нету маленького домика и все ну чего а здесь только милицейская будка я подхожу говорю товарищ лейтенант я у вас хотел спросить где он говорит что я говорю тише тише а то девушка услышит он говорит почему вы что преступление совершили я говорю нет только собираюсь мокрое дело он говорит не бойтесь мы вам не дадим этого сделать никогда я вернулся к нине мы уже добежали прямо до ее дома она говорит пойдем ко мне я тебя с мамой познакомлю я говорю а только мне сейчас твоей мамы не хватало мы поднялись а мама говорит хорошо что вы пришли пойдемте чай пить я говорю чего я вам сделала она говорит не хотите чай пойдемте арбуз кушать я как закричу люди добрые убивают ни за что дальше чего было я не хочу описывать я к чему всю эту историю рассказала у нас для молодых все делают и ЗАГСы строят и дворцы бракосочетания и даже родильные дома неужели нельзя чтобы на каждой улице для такого большого чувства стоял хотя бы один кулинарный термин называется репетиция так завтра смотр художественной самодеятельности наш цех должен отстоять первое место завоеванное в прошлом году начинаем генеральную репетицию начинаем первый номер оригинальный жанр исполнитель старший экономист шпагоглотатель Шадько пожалуйста Шадько начали начали Шадько не так она не выйдет Шадько разверните острым концом пожалуйста шпагу ручка вперед не глотают подавитесь давайте еще раз Шадько это что все пол шпаги и все как это дальше не идет вы наверное опять перед репетицией поели плотно я просил день поголодать давайте еще раз давайте Шадько руками помогайте почему опять стоп не понял что вы хрюкаете не умеете членраздельно разъясняться что здесь не идет хатереш может она заточена плохо а ему стоять тяжело Шадько попробуйте сидя так давайте надавите давайте еще немного надавите все есть ну что ну в принципе сойдет в принципе сойдет но вы знаете Шадько ваше неумение держаться на сцене руки дрожат глаза из орбит вылазят щелма над головой поднялась поза какая-то неестественная скованная будто вас на кол посадили Шадько что это за скал вы чему так широко улыбаетесь объясните ладно вставайте в чем дело почему с креслом встаете как насквозь кто готовил шпагу Смирнов вы неужели нельзя было на пару метров короче сделать возьмите топор отбейте кресло я сказал кресло от Шадько не Шадько от кресла отбивайте Шадько кланяйтесь зрителям почему вы качаетесь как Ванька встанька господи выньте шпагу из него и конец как не выходит может она не в то горло вошла постучите ему по спине как следует не надо креслом руками стучите кошмар унесите его за кулисы дайте ему там нашатырь так пошли дальше быстро времени совсем нет танец умирающего лебедя Петровна вы готовы начали плавность Петровна плавность Петровна в 62 года пора знать что такое плавность давайте Петровна плавность Петровна вы же лебедь перестаньте кашлять так теперь давайте легким изящным движением разворачивайтесь лицом к зрителям разворачивайтесь Петровна я не могу так больше где вы видели лебедя в очках немедленно сломите давайте еще раз так музыка музыка Петровна на месте не стойте перемещайтесь Петровна перемещайтесь вы в озере понимаете в озере а не в тазике перемещайтесь Петровна хватит перемещаться умирайте давайте Петровна умирайте умирайте я сказал ли я умру. Умирайте! Петровна... Господи, кто так умирает, а? Ноги не сгибайте, спина прямая, грудь выше. Теперь всем телом навзничь. Давайте, Петровна. Навзничь с предсмертным криком, пожалуйста. Это хорошо получилось у вас. Молодец. Так, Петровна, вы свободны. Почему она не встает? Быстро на шатырь, чтобы завтра на месте падения поролон лежал. Так, последний номер отрывок из трагедии Шекспиротелла. Открывается занавес. Дездемона спит. Дездемона спит. Спит. Дездемона, почему вы в каске? Объясните. Вы на супружеском ложе, а не у доменной печи. Так, давайте. Снимите каску, наденьте черпчик. Хорошо. Так, давайте. Спите. Плохо вы не спите. Вы загораете. Обозначьте своим храпом. Давайте, обозначьте. Громче, с присвистом. Ну, давайте. Ну, гениально. Такое Тателло. Иванов, Иванов, ходи. Иванов! Почему вы белый? Иванов, вы не знаете? Вы мавр, понимаете? Я не понимаю, что значит грима нет. Дайте Иванову гуталин. Давайте. Хорошо. Везде, везде, везде. Везде. Под мышками тоже. Везде. Давайте. Везде. Так, входит Тателло. Давайте. Тателло, как вы идете? Вы идете не на футбол. Понимаете? Вы идете душить жену. Понятно? Нет? Вытащите руки из карманов. Выплюйте сигарету. Давайте еще раз. Так. Тателло входит. Дездемона спит. Давайте. Храпите громче. Вы не на работе. Давайте. Быстро. Ну. Иванов, душите ее. Я сказал. Душите, Иванов. Ну, Иванов, неужели вас семейный училок, и надо учить, как жену душить, а? Давайте. Ну, с энтузиазмом, с огоньком. Давайте. Ну, с настроением. Душите ее к ядре не пение, а то я задушу и все. Вас задушу. Иванов, так белье выкручивают, они жену душат. Я не знаю, что значит не могу. Мне не касается жена ваш начальник. Представьте, что она ваша теща, у вас получится. Быстро. Давайте. Давайте. Хорошо. Молодец, Иванов. Талант. Талах. Хватит Иванов душить. Хватит. Иванов брек. Иванов. Ну, оторвите его. Живая там Дездемона, да? Все, репетиция окончена. Завтра все незанятые в этой сцене, чтобы с бронзбойтами стояли. На шатырь мне. Репетиция окончена. У нас на работе еще месяц назад слух прошел, что всех будут ловить. Всех будут ловить и в спортивные секции записывать. Нам прямо сказали, конечно, физкультура дело добровольное. Но пока все не запишутся, зарплату никто не получит. Я так просил меня освободить. Я же предупреждал, когда я в этом участвую, только хуже бывает. Я говорю, вспомните, вы меня в позапрошлом году на водные лыжи поставили, чтобы они утонули все когда-нибудь. Неужели, говорю, вам мало этого? Я эти водные лыжи первый раз в жизни увидел. Вы знаете, как там? Там веревка на концах, крючки. Один крючок катера цепляется, а другой в руках держишь. Я все так сделал. На старт встал. Вдруг катер как дернул. Крючок из рук вырвался. Рядом, как на грех, стояла наша начальница отдела кадров в японском купальнике. И крючок за купальник зацепился. У меня, кстати, к японцам претензии. Вот они купальники делают по крепости против нашего катера, они ничего не стоят. А ругали потом меня. Я из-за этого третий год подряд в отпуск зимой хожу. Хотя мой катер с купальником вторым к финишу пришел. Первый прибежал начальница отдела кадров. Или, говорю, в том году в биатлон записали, хрен редьки не слаще. Дали лыжу, ружье, сказали, беги, стреляй. А куда? Чего? Главное, говорят, не пропусти противников из районного ОБХС. Это для нас самые опасные соперники. И я метров 200 на лыжах прошел. Около трассы залег. Лежу, волнуюсь, хватит ли зарядов на всех. Хорошо, я потом их решил живьем брать. Представляете, вот я ведь все честно рассказал. Я думал, что меня освободят на этот год. А они говорят, ничего, ничего, пойдешь на безопасное соревнование. Называется охота на лис. На самом деле никакой охоты, никакого ружья. Просто в лесу сидит человек с передатчиком, посылает сигналы. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. А ты бежишь по лесу в наушниках с антенны, которые с передатчиком сидит ищешь. Как найдешь, так зарплату получишь. Я говорю, ну что, кассиром работает, что ли, там? Они шум подняли, у нас 200 человек записалось. У нас такого как-то еще не было. И вот, если честно сказать, меня эти 200 человек-то и сбили. Потому что я подумал, неужели столько людей просто так будут по лесу бегать? Какого-то придурка с передатчиком искать. Чего его искать? Он есть захочет, сам домой прибежит. Я подумал, может им какие льготы пообещали. Я согласился на эту лесу охотиться. Нас в воскресенье привезли за город. Надели на меня эти наушники, эту антенну. И сказали, быстро снимай брюки, чтобы все было по спортивной форме. Представляете? Я все выполнил. На старт, внимание, марш. Я, как на грех, решил дорогу к лесу сократить. Я рванул через какую-то деревеньку. Ой, у нас народ в деревне какой дикий живет. Собрались, глазеют. Один кричит, кажись, это из соседней Красновки алкаш. Глядишь, штаны пропил, телевизор пропил. Теперь антенну из дома на продажу понес. Другие еще хуже кричат, почта приехала. Давай комсомолку, гудок давай. Я кричу. Я говорю, дураки, я не почта, я радио. Я сверху сигнала принимаю. Какая-то старушка вылезла, говорит, ну узнай, сынок, наверху. Тюль дорожать будет? И я только хотел назад поворачивать. И вдруг слышу, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Все, думаю, я засек лесу. Сейчас дадут зарплату. Бегу по лесу, это пи-пи-пи, все ближе. Подбегаю к какой-то палатке брезентовой. Прям пи-пи-пи рядом совсем. Я туда забежал, там мамаша ребенка на горшочек сажается. Я стою в этой палатке в трусах, ничего не понимаю. И вдруг какой-то тип туда заходит. Главное, тоже в трусах. И говорит, ну, милая, я тебя засек. Меня такое зло взяло. Я говорю, извините, я же первый прибежал. У вас второе место будет. Он говорит, я тебе сейчас дам второе место. Я ее муж. Я говорю, в спорте все равны. Не спорьте, вставайте за мной. Он как заорет. Аня! Поздравляю! К тебе уже в очередь записываются. А я ему, знаете, на это что сказал? Я говорю, а ты как думал? Нас к этой лисе уже 200 человек записалось. И дальше ничего не помню. Помню, что он меня бил по антенне. Отвалились наушники. И когда я очнулся, я уже был весь в египсе. И доктор надо мной склонился и говорит, ну, батенька, вам из большого спорта надо уходить. Я сразу уйду. Я только ходить немножечко научусь и навсегда уйду. Девушка, девушка, стойте! Стойте, девушка! Я километр иду за вами! Стойте, девушка! Что, что, стойте и все. Я на что-что. Время сколько не скажете. Полшестого, спасибо. А меня Владик зовут. Дай поцелую, а? Что, значит, прям сразу? О, ты какая! Прям сразу. Я подошел, было полшестого, сейчас уже 31 минута. Ну, дай, 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 дай. Вам прям сразу. Да если хочешь знать, мы за очень давно знакомы. Я же писатель. Книжки мои читал. Муни, Степа, Войной мир. Ну, дай, дай, дай. Ты что, писателей что ли? Писателей не любишь, да? О, ты какой! А режиссеров любишь. Все, я режиссер. И мы режиссеры, знаешь, как мы, если встретим кого, мы прям сразу хам-хам. Женимся. Мы разлук не переносим. Не-не-не-не-не, дай руку. Ну, дай, дай, дай. Дай руку. И если дашь руку, поедешь со мной на кинофестиваль в Рио-де-Житомир. Чего ты смеешься? Кто женат? Я женатый. Ну, ты какая! Интересно даже, с чего ты взяла, что я женат. А, кольцо на пальце. Ты не в курсе, этот палец не мой. А, свой сломал. Да я летчик на самом деле, понимаешь, была страшная авиакатастрофа. Я упал с самолета без парашюта. Бум! Сломал палец. Пересадили, другой попался с кольцом. Видишь? Главное дело, женатый. Тем в нашем санатории еще ведь не такой про меня наговорят. Ага. Неужели ты не понимаешь, что они нашему счастью завидуют? Еще бы. О! За моряка каждый хочет выйти. Опять не веришь. Ну, хорошо, давай так. Веришь, что вчера вечером я тебя увидал? Всю ночь я не спал. Веришь? Что, что, что? Что, что? Что, что тебе Наташка сказала? Тебе Наташка сказала, что я ночь не спал. О, ты какой! Ну, и чего еще она тебе сказала? Я всю ночь к ней в окно лез на третий этаж? Значит, опять контузия открылась. Да ты не знаешь, я на самом деле шахтер. И была ужасная авария. И теперь мне ночами кажется, что засыпало, понимаешь? Теперь им хочется наверх полезть. И чем выше, тем безопаснее. Что, говоришь, я Наташку хватал предом? Ой, а какой! Правильно, она худая, наверное, я ее за отбойный молоток принял. Ну что, ой, ой, как тебе верить, то летчик, то шахтер. Все, тебе одно я скажу. Иди ближе. Вот встань сюда. Я секретный физик. Сокон кулона слышала? Моя работа. Я понимаю, ты думаешь, для меня это курортный роман? Вот чтоб ты поняла, что для меня это на всю жизнь. Пиши домашний телефон. Мой домашний телефон. Пиши, пиши. 09. Спросить Владика. Да, адрес домашний записывай мой. Я без адреса вообще целоваться даже не собираюсь. Адрес такой. Узбекская СССР. Киевская область. Город Рига. Владику до востребования. Все. Я не понимаю. Ну что, после этого все равно кажется, что... Вот после всего этого тебе все равно кажется, что я... Тебе что, документ показать? А? Вот прям документ с печатью показать и... Ну ты какая! Значит, словам ты не веришь и по глазам ты прочесть не можешь. Вот тебе документ с печатью и читай, что написано. Печать видишь? А теперь читай текст. Действительно, на сентябрь для проезда в трамвае и метро. Покажи, где написано, что женатый. Покажи, где написано. Какая Илюзька? Какую Илюзьку еще вспомнила? Господи, знаешь, сколько лет мы с Илюзькой знакомы? Мы с Илюзькой просто друзья. Я тебе говорю, что мы просто... Мало что ребенок у нее от меня. Неважно. Я ей как другу. Ага, ага, ага. На восьмой марта. Небольшой сувенир. Эй, куда пошла? Куда ты пошла? Эй, куда побежала? Будешь так хорошо вести, я тебе подарок сделаю. Куда пошла? И эта сорвалась. Ну ты какая! Меня часто спрашивают, Гоги, 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 Гоги. Ты такой здоровый, наверное, ты спортом занимаешься. Да, 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 да. Отвечаю. Да. Занимался. Мы с моим другом соперником, вахтангом, занимались. Спрашиваю, что вы делали? Кто вещи прыгнет? Кто дальше бросит? Нет, отвечаю. Мы соревновались, кто больше купит. Это давно было. Когда-то вахтанга я к себе в гости позвал. Он только пришел. У него сразу настроение испортилось. Он увидел, я себе цветной телевизор купил. Встает и говорит, завтра к нам прошу. Мы к ним приходим. Перед ним цветной телевизор, перед женой цветной телевизор, перед бабушкой цветной телевизор. И еще маленький такой, знаешь, юнос перед кошкой стоит. Мы встаем, говорим, завтра приходите к нам. Они к нам приходят. У нас итальянское блюдо, спагетти. Ну, ты знаешь, маленькие, длинные, тонкие макароны. И жена вахтанга говорит, ну, а эти спагетти, я жую-жую. Они все по вкусу резину напоминают. Моя жена отвечает, дорогая, а ты жадно си, уже телефонный шнур на вилку накручиваешь. Они встают, говорят, завтра к нам приходите. Мы к ним приходим. Какое соревнование чувствуешь? У них японское блюдо. Представляешь, вахтанг в кимоно. Вахтанг в кимоно, жена в кимоно. Даже как японка ребенка на спину повесила. А мы не замечаем, час не замечаем, два не замечаем. И вахтанг терпел, терпел. И потом, говорит, почему не замечаешь? Неужели ты думаешь, ей легко ребенка на спине тоскать? Ему скоро 22 года. Посмотри вокруг, говорит. У меня здесь, в этой квартире, все старинное. В этом кресле сидел сам Шотар Уставели. Из этого кубка пил сам царь Давид. На этой кушетке лежала сама Тамара. Потом так небрежно говорит. Вообще вы знаете, кто такая Тамара? Моя жена отвечает. Как не знать? Тамара, буфетчица, все знают. Она к тебе в гости ходит. К саду я говорю. Завтра приезжайте к нам на дачу. Они на дачу приезжают. Я во дворе стою. В Вольгу новую продираю. Вахтанг ходит. Я говорю, Вахтанг. Ты, наверное, на электричке приехал. Он говорит, да, на электричке. А я спрашиваю. Почему ты машину не покупаешь? А он отвечает. Ты понимаешь, время трудное. Тяжело машину купить. И твой пришлось электричку купить. Вон там за домом стоит. Кстати, говорит. Завтра приходи ко мне. У меня дрессированный, говорящий попугай. И вот этот попугай. Ух, я не знаю вообще. Ты представляешь, я прихожу. Какой-то дрессированный попугай. Он на счет раз взлетел. И на счет два мне на пиджак нагадил. Причем скотина. Молча. Ни слова не сказал. И еще Вахтанг. Она еще успокаивает меня. Ну что ты так нервничаешь, Гоги? Ты же все-таки попугай. Это не слон. Я говорю, Вахтанг. Завтра прошу ко мне. Не придешь, зарежу. И потом я пошел в зоопарк. Договорился. Привел слона. Мы его с соседом на две квартиры поставили. Причем у соседа та же слона, которая кушает. У меня, извиняюсь, что осталось. И когда Вахтанг пришел, перед его приходом сосед свою часть слона накормил. Вы меня простите. Нехорошо получилось. Понимаю. Но откуда я знал, что Вахтанг придет новой дубленкой хвастать? И я не знал. Сосед не знал. Слон вообще не догадывался даже. И с этих самых пор Вахтанг ко мне не ходит. И к себе не зовет. Я так скучаю без друга. Неужели ты думаешь, вот это все, эти машины дубленки, картины, люстры. Неужели ты думаешь, что все это я для себя покупал? Да зачем мне это? Я покупал все для друга. Вахтанг, приходи, я тебя очень прошу, я без него умираю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Зачем такой девач? Я же просил, куда меня направить. А он меня послал. А зачем? А зачем? Скажите, вот зачем мужчине в положении идти в псевдиспансер? Я знаю, что вы не верите. Я сам не верю, что такое бывает. Но я чувствую, что мне не по себе. Я пошел в амбулаторию, а там температуру померили, язык посмотрели, говорят, практически здоров. А я-то чувствую, что я не знаю. Я решил сам определить, что со мной. Взял медицинский справочник, все болезни подряд стал листать. На сорок восьмой странице обнаружил. По всем признакам, вот. Ну что, что, беременность, что? Я как про это узнал, на работу пришел и говорю, шеф-повару Петрович, не заставляй меня больше чугунные чушки таскать. Мне нельзя. А он говорит, всем можно, а тебе одному нельзя? Я говорю, мне нельзя, я в положении. А он говорит, не ожидал. Не ожидал, что ты пьяный на работу выходишь. Я говорю, ты что, Петрович, мне пить вообще нельзя, я ребенка жду. Мне, говорю, даже смотреть на тебя нельзя, мне теперь только на красивое смотреть надо. А то у меня ребенок будет на тебя похожий. С сизым носом. А он говорит, знаешь что, сачок? Или как все чушки таскай. Или, говорит, топай к врачу, донеси справку, что ты в положении. Я, говорит, посмотрю на тебя, будущая мать. Я и пошел в поликлинику. А там карточку три часа искали. Так и не нашли, только слабые ударили. И все такие все ходят, толкаются, злые. Я подумала, я без карточки на минутку. Захожу, я говорю, доктор, дайте мне направление. Женскую консультацию. А он белый, как бумагу, стал. Боком из кабинета пошел, говорит, посидите, сейчас другого врача пришлю. А другой пришел еще хуже. Такой, засиданный. Ну, говорит, на что жалуетесь? Я говорю, готовлюсь матерью стать. Он говорит, так, так, так. Кто отец? Я говорю, я и отец. О, говорит, вы и швец, и жнец. И сам тебе отец. От нас, говорит, что алиментов ждете? Я говорю, я ничего не знаю. Дайте направление, уже такую консультацию. А он говорит, сейчас оформим. Берет ручку, бумагу, спрашивает у меня имя и фамилию. Я говорю, правду, а карточки нет, проверить нельзя. Думаю, что это вот. Я говорю, пишите, меня зовут Николай. Фамилия Прожевальский. О, говорит, вы еще и Прожевальский. Вы, говорит, здесь один или с лошадью? А я говорю, я просто Прожевальский. Причем с детства. А он говорит, у вас запущено. Что же, говорит, раньше не обращались? Я говорю, я же раньше не был в положении-то. И вдруг он говорит, ну, если не секрет, кого ждете? Я говорю, я никого не жду. Он говорит, ну, не ждете, не надо, не надо. А захотите хоть двое нарожайте. Будет у вас не клухо и могу. И направление дает. И говорит, идите по этому адресу, в эту консультацию. Я, говорит, к вашему приходу всех обзвоню. А я посмотрел, куда меня, меня вон куда. Тихушку. А зачем? Я же нормальный. Правда, только я в положении. А признаки все сходятся. Во-первых, соленого хочется все время. Там рыбки, селедки, корочки какой-нибудь. Так тянет. Потом вот плаксивы стал ужас. Там нахомят, нагрубят, толкнут. Раньше ничего. Сейчас прям сразу в слезы. И у меня еще признаки есть. Говорят, это. Вот он. Вот он. Тихо. Увижу, как начальство. Пятки лежат. Сразу тошнит. Сходятся, да? А никто не верит. Я не знаю, мне-то что делать. Я, конечно, подожду туда идти. Может, сама рассосется как-нибудь. А если нет, тогда уж вы меня по-новому зовите. Мать-одиночка из кулинарного техникума. ГОВОРИО ТЕЛЕФОНА Продолжение следует...